Всем привет, дорогие друзья! За нами Святой Град Иерусалим И мы сами, и все наши подписчики очень любят этот вечный город Поэтому мы решили сделать очередной фильм об этом городе Где будем использовать кадры и прошлые наши видео об Иерусалиме И вы увидите и древний, старый, вечный город, и современный, новый Иерусалим Да, конечно же, очень хорошо себя чувствовать, когда вокруг тебя Елеонская гора И гора наблюдателей Маунт Скопус, и водонапорная башня Еврейского университета Все вы это видите за нами, того удивительного, необыкновенного города И давайте вместе совершим путешествие в пространстве и времени Итак, добро пожаловать в вечность и современность Совершенно верно Сколько раз мы проходили здесь более чем за 20 лет нашей жизни в Израиле И сами, и с детьми, и с туристами, и с паломниками Отсюда в старый город ведут двое ворот, явские и новые Наверняка уже многие из тех, кто посещал Иерусалим, уже узнали это место А кто еще мало знаком с Иерусалимом, то знайте Мы у новых ворот А ворот старых городов всего 8 И как вы догадались по названию, это вход в самый новый Субтитры сделал DimaTorzok За этой дверью уютный жилой дворик И в нем скрывается один из невидимых монастырей старого города Монастырь двух феодоров Феодора Тирона и Феодора Стратилата Недалеко от этой улицы Тоже спрятался в уютном дворике Монастырь Николая Чудотворца Здесь нежатся розовые кошки И торопятся монахини в черном Здесь под ногами Есть участки с камнями мостовой города Второго века И здесь же модное нововведение Красочные зонтики С ними торговая улица Гораздо радость Зонтики украшает и улицу В центре современного Иерусалима С мая по октябрь Это одна из первых улиц Нового современного Иерусалима И сам небольшой квартальчик Тоже один из первых вне крепостных стен В этом парке Так отлично отдыхается И так здорово дышится Но это место бывшего мусульманского кладбища Здесь есть и древние пещеры И огромный водосборник Здесь все рядом Этот комплекс древних пещер Которые вы видите Несколько ниш Вот я здесь гуляю Называется Пещера Львов И в Иерусалимской традиции С этой пещерой связано Несколько преданий Причем город у нас трех религий И для каждого своего вероисповедания Есть свое предание Какую бы историю не рассказывала Та или иная традиция Все они связаны со Львом И его помощью Умершим и погребенным Я иду По дну древнего пруда Известного под именем Мамила Оцените его Колоссальные размеры Это очень древнее водохранилище Или бассейн Пруд, как его еще называют Известно, что этот пруд Достаточно эффективно функционировал Вплоть до заката правления британцев в Палестине В годы британского мандата В 1947 году В рамках реконструкции бассейна Городские власти Иерусалима Попытались подключить пруд Мамила К системе водоснабжения города Дно бассейна залили бетоном Для предотвращения потери воды Отремонтировали стены А рядом с бассейном построили насосную станцию И опустили до дна трубы Вот как раз сейчас Вы видите эти самые британские трубы Которые шли от насосной станции К бассейну Мамила Вот она Американская машина Катерпиллер Которую использовали британцы Для откачки воды из бассейна Мамила Позабыта, позапрошена Стоит она здесь с 1947 года А рядом надгробие древнего мусульманского кладбища И все это в центре современного города Это самое старое из сохранившихся И самое большое захоронение кладбища Его относят к 1289 году Это мавзолей Турбат-эль-Кубакия Турбат в переводе собственно и есть мавзолей Кубакия по имени Аладдина Айдугди Ибн Абдалаха Аль-Кубаки Эмира города Цфата Многие знатные мусульмане Хотели быть похороненными именно здесь И кладбище очень сильно разрослось До сих пор осталось Довольно-таки большое количество надгробий Этого периода Здесь тишина и покой Как будто ты оказался в другом измерении А в нескольких метрах отсюда Бегут радостные дети Гудит оживленная трасса Кипит городская жизнь И новейший торговый променад С древним названием Амила Манит посетителей К вашим услугам Десятки магазинов, кафе и рестораны А что это за дома С пронумерованными камнями? Да их просто перед стройкой Пронумеровали, разобрали, сохранили А в нужное время Снова собрали Просто немного поменяв местоположение Монастырь Сан-Винсен-де-Поль Построенный в конце 19 века Не разберешь Церковь Девы Марии Возвышается над комплексом И стремится к небеса Это популярнейшее место для отдыха Проведение досуга Современного Иерусалима Основан как район Мамила Еще во второй половине 19 века Еврейскими и арабскими ремесленниками Торговая улица Мамила Как коридор, ведущий киевским воротам Старого города Это широко известные ворота Место встречи гидов и экскурсантов И именно отсюда начинается большинство экскурсий По старому городу Иерусалима Эти ворота имеют не одно название От них расходятся две дороги К порту Яфа и в сторону Вифлеема и Хеврона Арабы называют Хеврон Аль-Халиль То есть город друга Бога Под другом Бога подразумевается Авраам Ибрагим в арабской традиции Так вот второе название этих ворот Ворота друга Бога Яфские ворота Одни из семи открытых ворот Старого города Иерусалима Ворота и стены Строились в период правления Турецкого султана Сулеймана Великолепного В 16 веке Подобных надписей Можно встретить немало На стенах и воротах старого города Посмотрите на форму ворот Такая форма Замедляет темп нападения противника И имеет своеобразную нишу Со входом и выходом И бойницу для обороняющихся Подобную мы видели Крепости Немрод В Верхней Галилее И здесь как бы существует два входа Один собственно говоря С северной части И с восточной Выход Через небольшую улицу Святой Елены Мы идем к главной христианской святыне Всего Старого города Храму Гроба Господня На площади перед центральным входом Совсем немноголюдно Эта лестница на центральном фасаде Стоит у окна На протяжении многих десятилетий Весь основной комплекс здания Сохранился со времен перестройки храма крестоносцами В 1149 году Колонны Капители Помнят многое И пожалуй совсем мало найдется людей Не слышавших их историю Похож Technologies Храму Гроба Посмотрите, какие засовы! На дверях много надписей, оставленных паломниками в разное время на разных языках. С 333 года нашей эры, с небольшими перерывами во время разрушений, принесенных завоевателями, на этом месте в церковных богослужениях прославляется воскресший Христос. Субтитры создавал DimaTorzok А это огни ханукальных свечей. Ими наполнен вечерний Иерусалим в период праздника огней, который называется Ханука. Вот они, главные святыни Иерусалима, стена плача, храм гроба Господня и храмовая гора. Крепостные стены старого города в лучах заходящего солнца. Мельница Монтефиоре очень узнаваемая, одно из первых строений вне крепостных стен. Виноградник Маше и Юдихи. Мишкиноча аноним. Жилище безмятежных. Захапанные участки. Шхунатхап. Ямин Маше. Да, и наконец, Ямин Маше все это название одного и того же квартала. И в этих названиях отображаются исторические этапы его развития. А здесь, прямо рядом с мельницей Монтефиоре, под стеклом, хранится карета. Карета, на которой Моисей объездил весь мир. Моисей Монтефиоре, имя которого носит этот тихий, утопающий в зелени очень красивый район Иерусалима. И вид отсюда на старый город не передаваем. Зачастую центр современного Иерусалима наполняется звуками живой музыки. А теперь самое время заглянуть на город. Городской рынок – это ведь тоже достопримечательность. МОСИЕ 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 М Пожалуй, достаточно посмотреть. Субтитры создавал DimaTorzok И цветением японской сакуры тоже можно любоваться в Иерусалиме. Иерусалимский ботанический сад раскроет перед вами картины мира растений. Струнный мост или арфа Давида, знаменитого архитектора Сантьяго Калатравы, на везде в город, особенно хорош в вечернее время. Согласны? Айнкером на юге. Отличное место отдыха горожан. И для тех, кто просто любуется монастырями за чашкой кофе или во время обеда в ресторане. И для тех, кто предпочитает совершать пешие прогулки. Как много всего хочется показать и рассказать. Возможно ли? Так какой же он Иерусалим? Наверное, у каждого свой. Ведь восприятие того, что тебя окружает, абсолютно разное по многим причинам. Иерусалим – это город трех религий. Как бы это банально не звучало и не было заэксплуатировано вдоль и поперек туристическими компаниями, но это так. Город трех религий. Иудеи, христиане, мусульмане столетиями живут в этом городе бок о бок. Иерусалим – это любовь, страсть и ненависть. Иерусалим – это мозаика, калейдоскоп, легенд, мифов и истории. Иерусалим – это святость. За святостью приезжают в Иерусалим. Иерусалим – это мечты и реальность. Это вопросы и ответы. Невозможно описать словами, какой он Иерусалим. Иерусалим – это жизнь. Это водоворот жизни во всех ее проявлениях. Дорогие друзья, мы верим и надеемся на то, что вам понравилась новая встреча с этим прекрасным городом, с вечным Иерусалимом. А нам пришло пора обращаться. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления на новые видео. Становитесь спонсорами нашего канала. Нам очень нужна ваша помощь. Благодарим тех, кто уже это сделал. А сегодня мы прощаемся. Будьте здоровы, счастливы, благополучны. До свидания и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»